Всё, спасибо большое. Ну? Здравствуйте! Я Лариса Бузеева в эфире. Давай поженимся. Девчонки, привет! У нас сегодня самая молодая невеста за всю историю программы. Значит, за неё сегодня будут бороться молодой отец Александр, начинающий предприниматель Марсель и будущий режиссёр Алексей. Но сначала давайте встретим невесту. Здравствуйте! Я приехала из города Санкт-Петербурга. За это время я теряла, искала, находила, но разочаровывалась. Надеюсь, сегодня начнётся белая полоса моей новой жизни, и вы мне в этом поможете. А поддержать меня приехала моя подруга Ангелина. Анна, 18 лет. В раннем детстве осталась без родителей. В 5 лет влюбилась в мальчика, в 14 стала с ним жить, а в 16 из-за него чуть не рассталась жизни. Анна студентка медицинского колледжа. Подрабатывает моделью, играет в баскетбол, катается на коньках, занимается скалолазами. Мечтает стать массажистом и поплавать с акулами. Признаётся, что снималась в плите скандальной певицы. Анна не ответит взаимностью долговязому стеснительному парню с очень короткой стрижкой. Знакомится с добрым молодым человеком, который готов стать её семьей. Анечка, а как случилось, что вы остались без родителей? Моя мать, когда они были женаты, моя мать, когда меня родила, она поняла, что ребёнок, она, ну, ей не нужен просто. И поэтому она решила погулять, оставив меня с бабушкой. С бабушкой. А отец? Отец от матери сбежал, и у него своя семья, и слава богу, сейчас с ним очень хорошо общаюсь. Ну, мне не получилась бы такая история, как с моей дочкой, потому что она только в 14 поймёт. А всё это время вы стали с ним общаться с 14 лет. А до 14 лет вы знали, что у вас есть отец, родная кровь? Он как-то вам помогал, как-то участвовал в вашем воспитании? Или это всё было на бабушке? Я знала, что он есть, я видела его, он приезжал на разные праздники. Но никакого отцовца в плане помощи моральной он не проявлял. А почему отец стал вдруг в 14 лет у взрослой девочки опекуном? Можно сказать, что он не стал опекуном. Может быть, бабушка не справлялась? Нет, я всегда бабушку поддерживала, всегда делала и слушала её наставлений. Значит, вы смолчали у согласия бабушке в 14 лет уже зажили с мужчиной самостоятельной жизнью? Она об этом знала прекрасно. Просто тут ситуация того, что родители моего молодого человека на тот момент, они были лучшими друзьями моего отца. Что касается бабушки, я, наверное, считаю, что бабушка баловала и, возможно, вот она вот этот момент упустила. То есть не было вот этой отцовской такой вот руки, именно где-то жёстко, чтобы он её привёл в порядок. И вот давайте с самого начала. Вы в мальчика в этого влюбились в 5 лет, когда вместе отдыхали, бла-бла-бла, на море. Это было 300 лет назад. Детские истории. Я нашла фотографию спустя 9 лет. И в 14 лет вы его разыскали в сетях? Да. А чего хотели? Просто напомнить о себе, вспомнить детство? Я просто вспомнила, как мы танцевали с ним, когда в последнюю ночь перед отъездом, это было 5 лет, да. Мы сидели в каком-то диско-баре, и у меня была эта фотография, осталась на даче. Он вас ведь и вспомнить не смог, да? Да, не смог. Но старше был вас? На 2 года. На 2 года, вот ему 16, вам 14, просто Рамелу Джилета накатила на вас эта любовь. И его родители предложили вам переехать к ним? Нет. Мы уже все сами за себя решили, прикатились, можно так сказать. Где жили? Куда, к ним? Да, к его родителям. И стали жить. И сказали, вот будем жить. И даже ничего не сказали. Просто я сначала стал туда часто приезжать, оставаться на ночь. У него в комнате? Да, потом это все уже переехало вместе с моими вещами. 14 лет жить вместе, это как-то... Мне кажется, рано. Мне кажется, опять же, я вот... Вот этот вот остаток, то, что родительского контроля не было. Ну, хорошо. И сколько эта ваша любовь продлилась? Полтора года. И чем она закончилась? Сначала за 3 месяца до полного расставания. Я понимаю, что он начал уходить, он начал гулять. Я любила, я домосед. Я сижу дома, вязала, прекрасно вязала для него, все подарки для него делала. А уроки успевали делать? И уроки делала, и все. Я его считала... Он когда-то мне сказал, что он царь-бог. Я считала его царем-богом. И вот он стал уходить. Я понимала, звонила его друзьям, но вроде он не с ними, не понимала, где он. Стал уменьшить на меня внимание обращать. Скажите, а его родители, может быть, вам даже больше не этот парень нужен был, а, в принципе, семья полноценных. Здесь папа и мама. Как его родители к вам относились? Они меня очень любили, как они мне это говорили. До того момента, как Вова меня не выставил. И вы чувствовали эту любовь, и вам в этой семье было комфортно, и вам не хотелось уходить из дома? Не хотелось. А потом он выгнал вас за что? Как? Взял и выставил? Попользовался и выставил ребенка? А просто когда-то я задаю вопрос ему, самый обычный. Он на счет тебя такой, ага, угу. И просто задал вопрос, а ты меня вообще любишь? На что он ответил нет. Сразу налью мне кучу валерьянки и наутро сказал, вещи твои собраны, гуляй. Мне кажется, там была не любовь, там, скорее всего, была просто симпатия, а потом привычка друг к другу. И вот вы по дороге к бабушке купили бутылочку, потом другую, и стали горе свое на дне стакана. В тот момент я познакомилась просто, ну, я узнала, что такой есть мой район. Как сказать, решила познакомиться там с кем-то. Нашла друзей, как сказать. На районе, как говорят, да. А там все собутыльники, все такие, все курашки. И они сказали, Анька, не переживай, вот тебе выпей. Мы тебя выпьем, да. Что делаем? Хорошо? Выпьем. Ну, как бы... Вылечим. Вылечим, да. Ну, мне кажется, она еще с помощью этой все-таки повзрослела хоть как-то. Нет, я смелюсь очень. А как вообще мысль о суициде пришла? И как она ушла, слава тебе, Господи? В тот момент, когда мы с ним расстались, она и появилась. Шесть месяцев, как вот прошло это все время, я страдала, но не подавала это вида. Я первые, наверное, два месяца именно ревела, и все знают. Потом я поняла, что, ну, я всех уже раздражаю. Зачем мне всех раздражать? Буду я сама в подушку. И, в общем-то, спустя шесть месяцев у нас должна была быть годовщина, два года вместе. Я решила, вот сейчас поеду на то место, где стали встречаться, и там я останусь навсегда. Но, посмотрев на себя в зеркало, слава тебе, Господи, что я образумилась, я поняла, что не такая уж я и страшная, как мне говорят, не такая уж, какой у меня алкоголь, какие у меня сигареты, мне это не нужно. Впереди целая жизнь, когда она может встретить еще там... Она просто думает, что это единственная ее любовь. Да, да. У меня тоже так же было. Это подростковая, потому что... Анечка, а к кому вот идете плакаться? В подушку. Кто вам вообще все, в подушку? Лучшая подружка, подушка? Да. Дорогие родители, у кого девчонки подросткового возраста, разговаривайте с ними, объясните, что любовь – это не грех. Ну, просто всему свое время. Но не в 14 лет. Не в 14 лет. Ну что же они как подранки. Посмотрите на нее, она уже как тетка. Уже глаза пустые, уже внутри все сожжено. Что это такое? Вот приходите реанимировать совершенно не с посторонним людям. Слава Богу, что вы остались живы. Анечка, понятное дело, что время вернуть назад нельзя, нельзя ничего переиграть. Но все-таки у вас уже есть опыт, да, сегодня. Каких ошибок не повторите? Скорее всего, я не буду... Да и ошибки-то, понимаете, не вас не нужно винить. Ваши-то ошибки в чем? То, что вы полюбили, а вам никто не рассказал, что сначала нужно подрасти, школу закончить. Любить, встречайтесь, но жить-то еще рановато. Говорили, я же никого не слушала. А кто говорил? А кто говорил? Ничего, я влюбилась с первого взгляда. Вот как вы считаете, если бы бабушка встала грудью в дверях, или если бы папа встал грудью в дверях, если бы не было вот этого молчаливого согласия родителей, подумайте сами, действительно, что могло вас образумить? Слова не образумили, а что? Если бы вас оставили, увезли в другой город. Вот действительно, просто приковать к батарее наручниками, которые висят сейчас в ушах у вашей подруги. Ребята, никто ни ремень не отменял, ни какие-то жесткие меры. Я считаю, что с детьми можно играть, но заигрывать с вами нельзя. В 13 лет девочки уже довольно-таки взрослые. И выглядят взрослые, и живут взрослые. Анечка, вам не рано замуж, вот вы пришли в 18 лет. И для чего вам нужен муж? Чтобы решили ваши проблемы или что? Я считаю, что замужество, это, конечно, очень сильное слово. Но я хотела бы, может, хотя бы здесь, на такой передаче, найдется мужчина, который что? Парень, который реально может мне понравиться, который не такой, как у нас. У нас в Петербурге не найти уже нормальных людей. А нормальный это какой? Я уже аж боюсь. Душевный, внимательный. Да, чтобы видел во мне не куклу, а человека. Куклу, посмотрите, я вот хотела даже спросить, а что же вы платьишко-то не носите? Прямо вот, вы прямо, у меня колготки вот так даже не рвутся. Молодая девчонка, послушаю, молодая девчонка, это их модный символ. Так что же молодая? Бабушка не сказала, что у нас вот так, что надо. Нет, ну, тогда я расскажу. Я сегодня так оделась специально, чтобы задавать вопросы мужьям. В Европу любит такое, а потом он уже будет красавица в платье. С одной стороны, да, пойми меня такой, какая я есть, а потом я тебе покажу вот вот этот красивый фантик. Анечка, через пару лет получите профессию, будете медсестрой. Я хочу получить профессию медсестры, а дальше пойти на массажиста. Ну, то есть у вас будет уже профессия на руках, да? А модель? Судя по всему, вы должны, ну, какая модель? Судя по всему, вы хотите выйти рано замуж. Это неплохо, в вашем случае это хорошо. Я всеми руками просто за то, чтобы вы выходили замуж. Спасибо вам. Но только вы понимаете, что чувства свои нужно беречь, чувства молодого человека, который будет рядом с вами, их тоже нужно беречь и щадить. Жизнь очень жёстко мстит, если вы наделаете ошибок. Не повторите тех ошибок, которые совершила ваша мать по отношению к вам. Этого я больше всего в жизни не знаю. Поэтому будьте избирательны. Вы должны понимать, что мужчина, которого вы полюбите, вы от него родите детей. И если вы не видите с ним дальше будущего, ну, как-то, ну, вы же не собачка, не кошечка, да? Вы же человек, у вас же есть разум, у вас есть чувства, у вас есть душа. Держите себя в руках. Хорошо, не всё на поводу инстинктов. Да, давайте будем об этом думать. Сейчас начнем знакомиться с парнями и как-то, ну, слушайте нас. Хорошо. Ну, опять же, да, психологию, если брать человека, человека можно различить по цветам. Вот что человек больше всего, какой цвет носит, любит, вот то у него внутри заложено. Я не знаю, кого советовать, буду откровенна. Вам когда-нибудь в жизни обязательно повезёт с мужем. Я точно в этом уверена, потому что всё у вас хорошо в гороскопе. Самое главное, чтобы вы не спугнули своего избранника, потому что временами резкие взбрыки, перемены эмоциональные, капризы какие-то, в общем, могут случаться. Я, знаете, вам что хочу сказать, Анечка. Я понимаю, что мои советы, которые сейчас прозвучат, они вызовут у вас смех. Но вам нужно питание. Вам нужно читать. Вам нужно ходить, смотреть хорошее кино. Я люблю это делать. Я читаю и хожу в кино, и в театры. Да. Но получается редко из-за работы ничего. Есть возможность, работая медсестричкой, когда вы получите, постарайтесь получить медицинское образование. Вы знаете, до смешного, но правда учение свет. Но вам не на кого положиться. Учение тьма. Вам не на кого, милое, положиться. Ни от помощи папы, ни бабушки, ни от кого. Вы должны сами себе сказать. Понимаете, когда говорят, что учиться не поздно, это 52-е образование получать не поздно ни в каком возрасте. Но то, что вы недополучили в 13 лет, в 14, вы никогда не засядете за эти учебники, будучи 20-летней. Поэтому сегодня у вас должен быть идти день за год. Постарайтесь наверстать все то, что упустили. Поверьте мне, ваши знания вас не предадут никогда. Ваша профессия вас не предаст никогда. Это не мужчины, которые рядом. Это даже не родственники. Вы должны, вот прямо сегодня у вас должен быть заточек на образование. Поэтому я вам сегодня желаю встретить парня, любопытного, который сам делает себя, который понимает, что сегодня не у чем прожить невозможно. Вот такого же упертого. И не важно, где вы начнете жить с ним, в коммуналке, у его родителей, у вашей бабушки. Это не имеет значения. У вас должна быть цель обязательно. Тебе было бы интересно с ней посещать какие-то выставки, куда-то ходить? Ну, я бы сходил. Может, первое свидание сводишь ее в кино. Первое свидание у нас уже сейчас будет. Ну, значит, на втором свидании сводишь ее в театр. Сыт и голодного не разумеет, дедочка моя. Тебе нужно замуж выходить по хорошему расчету. Расчет должен быть какой? Ты голодный, по сути. И интеллектуально, и эмоционально в большей степени. Прямо вот семью, можно сказать, тебе надо самой брать, выбирать и жить. И отъесться. Вот смотри, худая какая. Одежда у нас же. Нормально. И я такая была. А семья, знаешь, какая нужна? Чтобы сын, желательно, чтобы он один был в семье. И хорошая, интеллигентная семья. У вас в Санкт-Петербурге там много таких. Чтобы квартира была хорошая. Чтобы у него и дача была. И он такой обласканный был. Чтобы в свое детство не ты как там мыкалась, не знаем где. Послушай, ты сама себя слышишь со стороны. Слышу. Вот так я вышла. Да, да. Ты примешь? Да ты первая, если к тебе подранка вот такая вот приедет. Без скала, без двора, без рода, без племени. Другие. Да. Вот моя свекла не подранка была. Я подранка. Были советские времена. Слушай, меня, деточка, Лариса жила. У нас богато, сыто, хорошо. Анечка. Я жила плохо. Меня слушай. Не обольщайтесь. Не все двери перед вами откроют. И вы тоже должны сейчас понять и научиться держать удар. Не все родители, чьи мальчики приведут вас в дом, вам обрадуются. Вы это должны точно знать. Вот приведут такую и зададут первый вопрос. Кто родители, где живете, что имеете. Вот как Роза. И вы расскажете про свою жизнь. Ну, известно, чем это закончится. Свекровь встанила. Я не хочу, чтобы вы еще раз пошли кончать жизнь самоубийством. Я не хочу, чтобы вы еще раз вернулись к стаканам. Поэтому парень самостоятельный, социально вам равный, но очень заточенный на хорошую жизнь, которая будет учиться и тянуть вас не на дачу к родителям, а тянуть вас в будущее светлое. Спасибо. Вдвоем. Правда, правда. Роза первая, если бы ее сын привел, она бы сказала, что еще чего не хватало. Вы в Питере есть такие? Да. Иди к ним в район. Ну, такие есть, как моя свекровь, которая меня приняла. И, значит, и сейчас такие есть. Хорошие родители всегда скажут, любишь, женись. Давайте посмотрим сейчас. Вы пришли сюда за молодым человеком или действительно за мужем? И каковы ваши намерения? Поскольку через стол далеко тянутся, вы просто скажите мне, я вытяну карту за вас. Да нет, подбежит. Быстро подбежала и вытащила карту. Ну, тоже можно. Быстро своей рукой. Бегом, 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 бегом. Но только левой надо тянуть рукой. Левой, где левая? Давай, дедка. Левой, левой. Вот эту? Так. Неплохо. Я хочу сказать, во-первых, вы вытащили старший аркан среди тех мужских карт из колоды, которые я отобрала. То есть вам действительно нужен мужчина серьезный. Вы пришли сюда с серьезными намерениями, а не просто так поразвлечься. С другой стороны, это Иерофан, папа. Это серьезная персона, которая говорит, вы сюда пришли не за материальным благополучием. Вам нужен действительно наставник, учитель и человек моральный и нравственный. Звучит действительно смешно для современного поколения. Но это действительно то, что нужно вам. И вы внутренне к этому готовы. Ну, я не считаю себя прям очень серьезным, потому что я диджей все-таки. Ну, по крайней мере, ты готов к серьезным отношениям. К серьезным отношениям, да, я готов. К семье. Услышали три совета и от Розы, и от Василисы, и от меня. Поэтому очень скоро женихи начнут борьбу за нашу невесту. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Анна. Встречайте первого жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет. Меня зовут Александр. Я надеюсь, наше знакомство здесь не закончится. Я тоже надеюсь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр, 23 года. Студент, работает диджием в московских клубах. Пишет музыку, играет в пильярд, увлекается голоспортом и дайвингом. Признается, что курит и бывает назойно. Ни беременность, ни рождение ребенка не смогли заставить супругу Александра прекратить вести разгульный образ жизни. Надеется, что с Анной ему повезет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Здравствуйте. Саша, а ваша жена с самого начала была такой неблагополучной? Нет, сначала было все хорошо достаточно. То есть мы познакомились, человек надел маску и просто показал, что она хорошая, примерная жена. А сколько вам было лет, когда вы поженились? 21. По 21-му? А нет, когда поженились, было уже 22. Ага. А ребенок родился? Ребенок родился во время свадьбы. Ну, как сказать, на следующий день после свадьбы. У него уже дети. Я считаю, что это уже просто бешеное такое несоприкосновение. А скажите, она ведь выпивала и вела разгульный образ жизни еще задолго до свадьбы. Ну, я сначала этого не знал. То есть я узнал потом. Как не знали? У вас где были глаза? Вы же не встречались практически каждый день. Сначала встречался, сначала она скрывала это. Потом уже она начала ходить по клубам, выпивать, но сначала это казалось нормой. Да она даже перед родами напилась за день, будучи беременной. И до этого она выпивала. Ну, я любил, я прощал. Нет, ну а как? Вот сидит беременная жена, выпивает. А она не при мне это делала. А когда она пришла, пьяная, беременная, вы почему ничего не стали предпринимать? Я предпринял, мы сильно очень поругались, я уехал. Везде одинаковые ситуации. Сложная семья. Да, да. Послушайте, она еще такая была вружка, да такая затейливая. Вот расскажите эту историю, как она с вашими подругами куда-то там. Да, было такое. Приехала в Москву, мы снимали квартиру. А откуда приехали? Она приехала с другого города, с Владимирской области. А вы москвич? Да, я москвич. Сняли квартиру, начали жить вместе. В один прекрасный момент я прихожу с работы, и ее не оказалось дома. В итоге на звонки она не отвечает, и все, и пропал человек. Через некоторое время мне звонит моя подруга, говорит то, что она в морге, ее видели там, то есть ее сумку, соответственно, у меня паника. В морге опознали ее сумку, конечно. Да, 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 да. То есть это бред. Да. Все, вешает трубку. В итоге выясняется то, что она у подруг там. Я прихожу, ее там нету. То есть никто не открывает. Через день мне раздается звонок, то, что она жива-здорова, но находится на сохранении, она беременна, находится на сохранении, потому что у нее будет выкидыш. А вы уже знали, что она беременная? Нет, я тогда не знал еще. Вот я от этого и узнал потом. И все, и опять обрубается связь, и человек исчезает еще дня на четыре. А потом приходит с забинтованными руками. Да, потом она говорит то, что «встреть меня», она приходит с подругами, у нее забинтованы руки, она говорить практически не может. Что ее сбила машина же. Да, что ее сбила машина. Но потом она рассказывает другую версию, как будто она ехала в автобусе в свой город, автобус перевернулся, и она начала выбивать стекла. И она укусила себя за руки. Нет, то, что она стеклами порезалась. Да, да, да. А там прям порезано было, да? Я не поверил в это ночью, когда она спала, снял с нее бинты, в итоге там все нормально, там ничего не оказалось. Мне кажется, ей не нужен такой клубный человек, который... Мне кажется, да, ей именно нужно такой, который... Наоборот, противоположный. Да. Ну, свадьбу вы сыграли, на свадьбе она, конечно, напилась так, что на следующий день увезли рожать. Да. А ваши родители, ее родители... Мои родители вообще были против всего этого, то есть полностью... Понятно. Вот так дурачки, московские мальчики, которые женятся на приезжих оторвах. Ну, почему? Я не считаю, что если приезжие, значит, оторваю. Да нет, конечно. Вот так попалось. Так попалось, понятное дело. Так родилось что-нибудь, Дань? Сколько с ней прожили? Да, дочка родилась. Прожили два года где-то. Сейчас сколько ребенку? Два. Два, и где они живут? Аня, три года мы прожили, два года ребенку. Где они живут? Во Владимирской области. Уехала туда, она к себе? Ага. Прекрасно. Алименты? Платите? Плачу. Она родила, кому-то ребенка сплавила. Он уехал вообще то ли в Питере, то ли в Москве остался. Ребенок вообще во Владимирской области. А вы уверены вообще, что ребенок ваш, если честно? ДНК-тест был. Ваш ребенок? Я не был уверен. Ваш ребенок? Мой. Да ребенок ничей. Ни ваш, ни ее, потому что не с вами живет. И у того ребенка непонятно какая мать вот сидит перед вами. Аня. А куда женок приведете? В смысле? В будущее. В смысле? Жениц пришел, в смысле? Буду снимать. А? Буду снимать квартиру. Опять снимать? Да. Пока нету возможности купить ему квартиру. Просто что человек в 22-23 года может предложить? Нет, а что бы с родителями не пожить? Что вам, родители, враги, что ли? Ну, можно все. А вот она свекровь всему научит, отогреет ее. Я сама готовить научилась благодаря свекрови, а да это ничего не умело. Вашу кормить надо. А у вас полная семья и мать и отец? И мать и отец. Большая квартира есть куда? Ну, у вас своя комната, наверное? Да, у меня своя комната личная. То есть родители не будут против, если вы женитесь и приведете девушку? Ну, большинство семей в России так живут. Правильно. И не только в России. Поэтому я не вижу в этом ничего страшного. Но надо будет работать, зарабатывать себе на свой собственной угол. А зачем с родителями-то жить? Нужно уединиться и жить вдвоем, мне так кажется. А вы кем работаете? Я диджей. Что за профессия такая диджей? А еще что есть у вас, кроме этого? Еще я поддерживаю бизнес семейный. Ой, вот это семейный бизнес хорошо. А что за бизнес такой? Занимается светодиодным освещением. Классно. Тоже нормальная. Образование какое у вас? Не полное, высшее. А что не полное? Ну... А когда полное будет? Полное потом на звукорежиссера пойду. Здрасте, привет. По травме я ушел из института. Ага, значит никакого образования у вас нет. Не полное, высшее. Три курса. Ой, еще один такой. Вытаскивайте карту левой рукой. Ну, посмотрите хотя бы сами. Королева кубков. В общем, что могу сказать. Пришли за любовью. Действительно хотите женщину, с которой сможете вступить в отношения. Причем не девчонку, а женщину. Серьезную, зрелую. То есть в хорошем смысле слова зрелую. Интересно, какая тебе карта выпадет? Ну, мне тоже интересно, какая мне выпадет карта. Саша, ну че, чем порадуешься? Сюрприз есть. Правда? Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ангелина, как вам кажется, Саша может стать героем романа Анны? Думаю, вполне. Во-первых, Аня у нас обожает музыку, поэтому музыканты это самое то, я думаю. И смотрятся они просто прекрасно вместе. Сейчас очень это круто выглядело. Я думаю, ей понравилось. Я думаю, что она красивая. Анечка, как вам? Александр? Меня, конечно, немножко расстраивает тот факт, что он был женат и у него есть ребенок. Потому что в таком возрасте, я считаю, что это рано. Ну да учись-то, правда. Я понимаю, что... Ой, милая, то, что вы по малолесту наделали, это по сравнению с Александром, который в совершеннолетний возраст вступил в брак, у него просто не получилось. Это цветы? Не знаю, я планирую именно о ребенке задуматься после того, как я обучусь и выучусь уже на москва. Ну хорошо, вот у него уже есть ребенок. Он как вам может быть? Какой помехой? Никакой. Пусть видится, я никогда это не буду запрещать. Тогда что? Может быть, только финансовый вопрос, потому что алименты, есть алименты, их надо платить. Она не против. Глава зарабатывая, она не против. Образования нет, колым, как у нас говорится, нет. Куда приведет, тоже непонятно. Так что пускай с своими дитями разбирается, он одна музыка. И чего от этой музыки? Тебе надо думать о том, что как выжить сейчас. Не, мне кажется, ты понравился все-таки. Не будете, Анечка, вы думаете о том, как выжить, как получить образование. Вы будете, и вот ваша подружка кивает головой согласно, вы будете жить своими инстинктами. Нравится вам музыка, вам будет нравиться парень, который играет на копном инструменте или работает диджеем. Вы будете проживать свою собственную жизнь, и ваша жизнь такова. Единственное, что, не вляпайтесь никуда. Не страшно, если будет рядом с вами Александр. Абсолютно нет. Это абсолютно ваш парень. Если примут вас в его семье, а вас примут, уж если туза был, девушку не выгнали, то примут вас. И ребенка не бойтесь. Ребенок растет в другом месте, будет помогать, и вы будете помогать. Хороший парень – хороший парень. Не важно где, в коммуналке снимать, главное – любить. Главное – вместе. Хотя, конечно, он не похож на карту Иерафанта, то есть такого учителя жизни. Научить ему вас практически пока нечему. Но астрологически у вас очень неплохая совместимость, действительно. Если бы встретились на улице, друг на друга внимание бы обратили, и вполне могли бы познакомиться, как это развить отношения. Ты бы обратил мне внимание на улице? Вот просто идешь, и на встречу тебя обратил бы внимание? Если лицом, то да. Давай поженимся теперь вашу мобильную. Наберите 0736 «Роза» и «Василиса» дадут вам совет в любое время. И не пропустите новые знакомства через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии «Анна». Встречайте второго жениха. Привет, Аня. Меня зовут Марсель. Мне хотелось бы с тобой побольше пообщаться и узнать о тебе многое. Это тебе. Спасибо. Марсель, 23 года. Владелец компании по подбору персонала. Учится на менеджера, играет в футбол и волейбол. Увлекается психологией управления. Участвует в благотворительных концертах. Мечтает стать депутатом. Ради любимый Марсель бросил прибыльный бизнес и устроился работать проводником, но вместо благодарности получил нож в спину. Надеется, что у Анны здоровая психика. Разрешите вам также подарить цветы? Разрешаю. Чтобы вы всегда были такие же красивые, молодые и очаровательные. Спасибо. О, да-да, правильно. Правильный подход. Откуда такое необычное имя Марсель? История, на самом деле, очень длинная о моем рождении, моей биографии. Ну, в праце. Меня взяли с детского дома. Родители биологически, когда я родился, от меня отказались. Меня взяли с детского дома. Сначала первые приемные родители, но отношение ко мне, вот пока я учился в школе, было ужасное. И просто случайно на одном из буквально только заканчивал школу, я начинал. Я очень хотел, мечтал всегда петь. Петь именно, вот быть каким-то артистом, чтобы была вот не именно слава, а просто вот что-то вот такое русское, именно народное. И мы познакомились с одной женщиной. Она просто начала относиться ко мне, как к сыну. И дала вам имя? Нет, я просто решил, что мне стало стыдно говорить людям, кто мои биологические, ой, кто мои приемные первые родители. А кто они были? Что они? А родители, мать была обычная домохозяйка, отец крановщик. Просто... Чего, хорош, подожди. Это как бы родители с одной стороны, да, хорошая, оболочка красивая, как мне все говорили, все восхищались. Но элементарно, получая какую-то двойку элементарно, чем-то вот таким вот, занимаясь, именно не образованием, а именно вот просто где-то спел, где-то в концерте поучаствовал, меня ругали, меня наказывали, меня не выпускали. То есть, грубо говоря, сиди дома и учись. Где жили? В Коми-Республике. Ну, блин, ну, ей нужен все-таки нормальный судьбой человек. А как узнали о том, что вы приемный? Чисто случайно, я никогда не курил и не курю, и не собираюсь это делать. Я вышел просто непонятно почему на крыльцо, когда курили все мои одноклассники. Ну, в тот момент уже как бы с малых лет очень многие курили. И мой одноклассник, который там сидит буквально через парту, пойдем, говорит, за школу поговорим. Я такой, ну, думаю, может там что-то, какие-то проблемы решить или еще что-то. Говорит, а правда, что-то взять с детского дома? Ну, естественно, там я жестко на него говорю, ты дурак, что ли? Я говорю, ну, какой детский дом? Я говорю, это мои родные, мама с папой. И потом, как бы, прошла буквально неделя, мне еще один одноклассник начинает говорить. Вот вы пришли к своим родителям и задали им вопрос, это же правда ли? Я вопрос, мама, папа, то есть я действительно приемный сын или я ваш родной сын. Они сразу стали переводить тему, то есть они мне не стали буквально ничего говорить. Когда вы узнали, что вы действительно приемный? 14 лет. Он так уверенно рассказывает. Да. Они вас били? Да, да, и очень сильно. Почему как бы потом и сложилось вот это мнение, впечатление, то есть я понимал, что... И мать и отец били? Нет, больше мать била, как бы отец постоянно в командировках. А она за что в раздражении вас била? Буквально вот где-то там, да, в дневнике классный руководитель, она пишет замечание. То есть она пыталась из меня сделать вот такого маменьки у нас сыночка, который был всегда при ней. Нет, полностью нет. То есть как только, во сколько вы ушли из дома? В 15 лет наше общение просто прекратилось. Хорошо, вот вы познакомились с этой женщиной, у которой нет ни муж, ни детей, которая не ставила вам градусники, не вытирала вам сопли, не будила вас утром, не корвила вас завтраком, не ходила на родительские собрания, не тряслась за вас, а заставляла вас учиться, возила вас путешествовать. И вот она встречает готового мальчика, который хочет петь, который хочет стать знаменитым, который хочет на сцену. И вы ее признали своей, как бы, вот самой близкой. Почему? Нет, это не сразу было так, ох, там увидел, там, да, вот ты будешь моей мамой или еще что-то. Со временем это все произошло. Хорошо, а ей вы для чего нужны? Ну, она просто отнеслась ко мне, как к родному сыну, она знала всю эту историю, как бы, и просто начала меня поддерживать, помогать. Нет, у нее не мужа, нет детей. Вы ее зовете маму? Да, мамой я называю. Он ее называет мамочкой. Живет женщиной, называет ее мамочкой. Скажите, пожалуйста, Марсель, а как ваше имя было до... Игорь. Игорь, да? Хороший. А Марсель, это же не по паспорту, нет? Я переделал полностью, она мне помогла, я переделал полностью документы, на фамилию, имя, отчество полностью изменилось. А она вам придумала это имя? Да. А вы по бумагам она никак не оформила с вами? Никакие отношения? Отношения нет. Ясно. Марсель, вы у меня вызываете огромное количество вопросов и очень большое недоверие. Вот я не знаю, о чем я вас должна спросить, но мое животное чутье подсказывает, что вы, ну, для афериста вы еще слишком молоды, но как вы попадаете в Москву и как вы находите таких мам, для меня большой вопрос. А то коттедж живет, коттедж. Да, большой-большой вопрос для меня. Подарок? Это подарок. Так вам еще и купили это все? То есть это ваше, да? Да. Ну, подарок, да. О, ничего себе. Большой вопрос. Он везучий. Везучий. Он везучий, альфонс. Марсель, покажите, пожалуйста, сюрприз. А карту вытащите? А карту вытащите. А карту вытащите. Спасибо. Паш Мечей, вы сюда пришли для того, чтобы что-то осознать. Вообще, когда выпадает карта пожар, это такой маленький шанс небольшой. Эта программа сегодня для вас шанс что-то понять. Что касается сюрприза, как бы, как я и говорил, что я пою, занимаюсь творческой деятельностью, сегодня я хотел бы не только Ане исполнить песню, но и вам, так как у вас программа называется «Давай поженимся» и песня называется тоже «Давай поженимся». Спасибо. Как-то летнюю порой мы вдруг встретились с тобой в поздний вечер. Ты была совсем одна, только звезды и луна, вот так встреча. Твои глаз небесный свет отражал весь белый свет, я поддержан. Понял я, что нас с тобой повенчает под луной, небо нежно. Давай поженимся с тобой, в твоих глазах я утону. Давай поженимся с тобой, в твоих глазах я утону. Спасибо, девочки, забирайте своего друга, проходите в комнату. Не очень чистая история, вот просто мне очень хочется пообщаться с этой мамой, может быть, он придет в качестве жениха к нам. Я извинюсь, если я ошибалась. Понятно, что ему хочется на сцену, работать не хочется, а для этого нужна какая-то история. Вот, поэтому это не ваш человек, пока он сегодня ничей. Ну, 200%, я тоже очень согласна, я просто, даже если она его выберет, я ее 100% не одобрю, этот выбор. Ты не понравился. Ну, видишь, тебя немножко выставили немножко по-другому, то, что ты все отламой. Она не поняла, что было насилие от приемных родителей, Лариса этого не поняла, она не смогла вот именно вот это вот насилие понять. Я бы не стал на нее так уж набрасываться, вот как свах скажу, у каждого свое представление о счастье. Если он не вписывается в ваше, это не значит, что он плохого, никого не убил, не ограбил, ну и что, пользуется своей молодостью, ну вот и поет вроде тоже как ничего, это его путь, и не нам его осуждать, обсуждать. Просто у вас разные пути, скажем, хотя присмотритесь. Так, а я и объяснила, почему туда не надо, зачем отсягивать в какую-то... А что, почему не надо, так вот ты знаешь, надо не надо, ты что, последняя истинная инстанция, что ли? Не истинная инстанция, но если бы Аня была моя родственница, моя племянница, я бы просто сказала, в ту сторону не смотреть. Да я про себя могу сказать, мне не нужны какие-то там коттеджи, я могу... Нет, это хорошо, послушай, не надо, а то говорить не нужны, это и не будет. Не откукивай. Нужны коттеджи нужны. Ань, пока туда тебя и не зовут, мой парень. Василиса. Ну, конечно, никто не истинный в последней инстанции, но карты очень четко обозначили его позицию. Для чего-то мы здесь сидим, причем здесь истинная истинная. А, это на самом деле программа для того, чтобы что-то для себя понять. Поэтому я не взялась бы его совсем осуждать, но ему с его восходящим Меркурием нужно выходить из детской позиции. Он уже не мальчик, чтобы себе маму искать в принципе вообще ту или иную и выбирать между семьями. Ему пора уже свою создавать и рожать своих собственных детей. Я надеюсь, что его врожденная расчетливость ему поможет это сделать. Василиса как бы с одной стороны права, но тем не менее, опять же, они обыграли ситуацию, что я такой плохой сынок, оставил своих приемных родителей, которые, видите ли, мне там дали что-то, и ушел к другой маме, убежал. Встречайте третьего жениха. Привет. Меня зовут Алексей. Я люблю снимать, а ты любишь сниматься, поэтому я думаю, мы дополним друг друга. Хорошо. Спасибо. Алексей. 20 лет. Учится на режиссерах, работает императором на телевидении, снимает авторское и арт-хаусное кино, мечтает жить в Чехии и снимать клипы для звезд. Предупреждает, что всегда будет уделять много времени своей работе. За два дня до свадьбы Алексей передумал жениться на своей невесте. Уверен, что с Анной он с радостью пойдет под венец. Здравствуйте. Очень приятно. Я пришел с твоими друзьями. Это Данис и Таня. Очень приятно. Что это у вас такое? Это вам такие небольшие подарочки. Ну чего? Да. Да. И невеста тоже. Боже мой, вот такого нам еще не дарили. Это что, пледы? Это рукоплед называется. То есть вы можете в уюте сидеть дома. Абельки можно? Мальчик мой. Ага. Подкупил, подкупил. Крубо говоря, принес плед. Вот давайте, выбирайте меня тут все самые идеальные. А где вы познакомились с вашей невестой? Сколько вам было лет? Ну мы в университете познакомились, к счастью, не в одной группе, а на параллельных потоках. Вот и... А по сколько лет вам было? Мне было... Когда я с ней познакомился, у меня было 17. Вот ей было 18. Ну там разница в полгода где-то. Вот. Вот. Или даже меньше. Вот. Познакомились с ней. Жили в общежитии. Да, жили в общежитии и просто общались. По ночам? Сначала днем. Просто. Это правильно. Когда у всех пары. Ну понятно. Вот вам даже перед свадьбой разрешили жить в одной комнате. Ну не совсем так. Я не знаю, может быть я покажусь слишком корыстным человеком, но мы с ней именно расписаться хотели для того, чтобы жить вместе в общежитии. Потому что если бы мы расписались... Да вы расписаться хотели по приколу, как вы говорите. Да, просто по приколу, да. То есть ничего серьезного. Нет, девушка мне нравилась, девушка симпатичная, но я особо ничего серьезного. Не парился. Думал, ну что, распишусь, потом надоест, но и кто же не приковывает. Да, все. По дружбе. По дружбе. А потом расстанемся, разведемся. А, это расчет был просто. По расчету. А что сейчас мир превратился? Всем нужен расчет. Университет закончил? Нет, еще. Сколько случится? Еще один год. В общежитии живешь? Нет, сейчас уже в съемной квартире. В Москве? Ну да, ну в ближнем Подмосковье. Кто оплачивает? Я. Сан тут? Ну да. А где работаете? Ну на оператором он подрабатывает. Нет, я работаю на телевидении, и так какие-то шабашки, фриланс. Нет, смотрю, он работает на телевидении, понимаешь? Это круто. Но у меня нет шансов. Ты бы разрешил мне сниматься в нижнем белье на рекламу? Нужно к этому, конечно. Какое такое нижнее белье? Верх есть? Верх есть, низ есть, но это нижнее белье все-таки. Рюшечки. Я бы сама согласилась бы. Да, говорю, у вас на все пойдет. Для тех, кто на пенсии. Леш? Я бы при одном условии разрешил, если бы я бы тебя снимал, тогда бы... Так это все равно все. Без первого месяца, когда у вас будут отношения, вы только будете это делать. А потом она имеет в виду за деньги. Да, у меня все-таки работа такая. У меня фотографируют очень много людей. Вы студентка медицинского колледжа. Вы для взрослых, что ли, колледж медицинский заканчиваете, где там короткий халатик, белые чулочки? Нет, просто фотосессии это одно, мне тоже за это платят. Я сразу запрещу ей сниматься в топ-лес. Вытащите карту, пожалуйста, левой рукой к себе. Так. Она вам нравится? Ну, какой-то клоун. Что-то у него... Да, давайте посмотрим. Ну, это не клоун, это пожезлов. Это значит, что вы пришли сюда для того, чтобы программа вас к чему-то подхлестнула. И сегодняшняя наша с вами встреча, это не обязательно продолжение в виде любовного романа, но точно вас она заставит как-то активнее двигаться по жизни. Примерно то же самое сказала она к себе, да? Только немножко по-другому. Хотя карта одинаковая. Вот как вам кажется, ваши родители как отреагируют на Анну, вот с ее историей? Будут ли они рады такой невестке? Они любой выбор мой примут, вот, просто будут мне подсказывать и плюсы какие-то искать в ней. А вот у вас свои глаза же уже широко раскрыты. Вот какие плюсы и минусы сейчас вы видите в ванне? Ну, просто я еще не узнал человека поближе, поэтому... Ну, достаточно, послушайте, целый час мы уже сидим, поэтому что-то все-таки вы должны прочувствовать, увидеть? Минусы? Ну, минусы, может быть, то, что... Ну, мне чувствуется какой-то негатив. Ну, немножко есть, но... Негатив, вы имеете в виду негативный настрой на жизнь, пессимизм с ее стороны, или негатив, что какие-то события стоящие за ней? То, что стоящие за ней события там... Вас неблагополучие Анны пугает. Вот. Да, потому что вы эту жизнь не знаете. Потому что у вас есть защита в виде мамы-папы, которые помогают, у вас есть свое жилье. Вы учитесь в университете, потому что помогают родители. Не всем это доступно, поэтому вы благополучный парень, у вас совершенно отдельная судьба. Я вас не то, что не осуждаю, а я вас понимаю, вам 20 лет. Поэтому развивайтесь, совершенствуйтесь, получайте образование. И вы обязательно встретите свою девушку. Сегодня вам рано. Но вам не рано показать сюрприз, который вы приготовили для нас. Хорошо. Анечка, давайте посмотрим на экран. Это и есть сюрприз. Большой город И большое одиночество Даже в гуще толпы Сквозь время Сквозь расстояние Пройдя множество испытаний Он получил шанс Надеюсь, что на этой программе у нас шанс есть И мы продолжим дальнейшие общения Спасибо, дорогой Спасибо, Лёша Забирайте своих друзей и ждите решения Анны в своей комнате Как вам жених? Нет, ну, парень классный Но смысл в том, что он какой-то слишком испуганный Как будто его там сейчас в комнате запугали И он сюда вышел так весь страшный Нет, нет, это такое любопытство Он себя познает Он очень интересный, очень открытый, очень искренний Он сказал, что по приколу хотели там жениться, чтобы комната Поэтому, поэтому А если бы он держал за пазухой какую-то вружку Он бы немножко, у него бы были другие оценки Он бы был очень внимательен И он бы так смотрел бы по сторонам Где бы не проколоться Прекрасный парень, прекрасный, очень смешной Я все-таки старался раскрываться на полную Ну, чтобы ничего не таить Ты думаешь, понравилось? Да, есть Смешно Он действительно очень интересный И ему нужна женщина, которая будет ускользающей красотой Вы же ждете человека, который вас заключит в объятии И из них не выпустит Вам очень хочется теплого общения Теплого и близкого А ему общение нужно тесным Но оно должно позволять ему дышать Ему нужна женщина воздушная, легкая Со своим кругом интересов Которая бы бежала впереди, которую он бы догонял Тогда его внимание можно на какое-то время захватить Я не хочу сказать, что это не постоянство Это просто скорее живой интерес Ну, конечно, теоретик Такие мужчины в жизни практически материально Очень небыстро становятся на ноги Но они зато живут другим И эти вечные теоретики не менее привлекательны от этого Мне кажется, что я ей очень понравился Я бы выбрала последний, чтобы сейчас пообщаться И все, я снова уеду Что мне? Ты хочешь первого? Я думаю, реально лучше Ты хочешь первого? Ну, понимаешь, это вообще... Я тебя спрашиваю, ты первого хочешь? Хочу первого Девчонки, мы видели трех женихов У вас есть возможность посоветоваться Ангелин? Я думаю, все-таки первые Потому что второй вообще не вариант Он мне очень сильно прям вот даже тошно Может, громкие слова, но прям вообще неприятен человек И третий, ну, он хороший парень Но они совершенно вообще разные Поэтому только первый Мне кажется, выберет либо первого, либо второго А тебя? Мне кажется, что тебя Ну, я думаю, что, может быть, встретить вместе, чем мне поговорить Может, чему-то научиться у человека Но быть с таким человеком, да, мне будет реально сложно Но вы же все-таки не для этого сюда пришли А вы же хотели найти друга сердца Мне было, честно скажу, весело с первым Я не ожидал, что он мне верит Почему не ожидал? Не знаю Я в смешанных чувствах, потому что гороскопически вам подходит Александр больше всех То есть вам проще всех найти с ним общий язык Но это самое детское таро, которое я сегодня взяла Потому что все вы, ну, фактически еще дети Говорит, что вам нужен учитель Вы сами вытащили эту карту И мне кажется, что больше всех для вас примером таким мог бы быть Алексей Анечка, кого бы вы ни выбрали Мы вас в любом случае поддержим Поэтому проходите Наши будущие герои ждут ваших откликов Отправляйте смс с их номером по телефону 4151 Сергей, 26 лет, номер 3481 Руководитель инженерного отдела в газовой компании Занимается спортом и ведет здоровый образ жизни Мечтает познакомиться с обаятельной девушкой Способной создать уют в доме и крепкую семью Евгения, 27 лет, номер 3482 Работник департамента тыла МВД России Предупреждает, что не потерпит раздельного отдыха с любимым человеком Ее избранником может стать зрелый и ответственный мужчина в самом расцвете сил Мы не знаем, выйдет она одна или с избранником Я приглашаю всех выходить и давайте ее поддержим У нас есть пара Анна и Алексей Если вы одиноки, заполняйте анкеты на сайте Первого канала И становитесь участником программы Если вам понравился тот из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс с именем героя на номер 4151 А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, поженимся Удачи Я думаю, что я красивая, я умная, я стройная, я энергичная Вы чудовище Что-то ты какая-то путанная Приходит его мать и говорит, собираешь вещи отсюда и уколи Если вы наставляете рога своему мужчине, это еще не повод для развода Мне с детства снились вещи сны Ну, потому что мама родила вас на три часа позднее, чем солнце было во Льве Мало хотеть, надо действовать АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»